Всем привет, с вами снова Полина Иноземцева, я вот эта девочка. И мы снова продолжаем искать новые ракурсы, пить чай. Чай тут, как всегда, на месте. Очень-очень печалится насчет того, что сессия никак не хочет заканчиваться, и вообще страдать всякой фигней, и разговаривать на всякие интересные темы. Это видео, наверное, все-таки не будет каким-то очень большим, потому что оно вообще как-то случилось очень спонтанно, и мне просто захотелось сказать какую-то мысль, которая возникла у меня в голове. Это вещь, про которую я думаю довольно часто. Про что же я вам сегодня хочу рассказать? На самом деле, ничего в этой жизни меня, наверное, так не вдохновляет, как люди, которые занимаются истинно своим делом. Вот этот вот огонь в глазах, вот чувство того, что они на своем месте и делают какую-то осмысленную, реально важную работу. Это настолько видно, когда это есть, но еще намного сильнее видно, когда этого нет, и когда этого не происходит. Это, по-моему, просто какая-то очень ужасная и плохая ситуация. Конечно, я все понимаю, вообще жизнь это очень сложная штука с всякими финансовыми, семейными и так далее применениями. Ситуации бывают совершенно разными, и раз человек работает где-то, у него были какие-то, наверное, скорее всего, более-менее веские обстоятельства, чтобы работать именно так. Но я просто понимаю, что на качество жизни, на качество вообще всего, на ощущение себя и на свою работу, это так настолько влияет. Вообще, есть такой стереотип какой-то, заложенный в культуре или где-то, или вообще, который я очень часто слышу, который воспроизводится довольно часто, что неважно, на какую тему вообще твой диплом, главное, чтобы у тебя был диплом, какой-нибудь о высшем образовании, желательно какой-нибудь более-менее прикладной специальности. Я, например, учусь на юриста. Я учусь на юриста, потому что я хочу учиться на юриста. Но есть огромное количество людей, которых я знаю лично, которые пошли учиться на эту специальность, потому что, о боже, ваш ребенок гуманитарий, ну, нужно, чтобы он не остался за прилавком Макдональдса после окончания бакалавриата. Поэтому давайте он пойдет учиться на юрифак. И это можно сказать и про мою специальность, и на самом деле про любую другую специальность, наверное, так можно сказать. То если мы делаем такой выбор важный, как выбор специальности, выбор профессии, неосознанно, исходя из каких-то других предпосылок, нежели наши личные желания, предпочтения, что-то, что мы действительно хотим делать в этой жизни, это может выглядеть как хороший, престижный и удачный выбор поначалу, но потом это может превратиться в какую-то жуткую, совершенно невероятную катастрофу. В университете чаще всего, если вы там гуманитарий, и вы пошли, например, не на свою специальность, не на ту, на которую вы хотели бы пойти, а на какую-то смежную, вам не будет очень плохо. Тем не менее, когда вы пойдете и начнете что-то делать по этому поводу, по своей профессии, вы очень сильно это заметите. А если уж вы гуманитарий, которого запихнули на техническую специальность, а такие прецеденты бывают довольно часто или наоборот, то это вообще будет страшное мучение и непонятно будет, что с этим делать. Это очень сильно видно, когда человек занимается тем, чем он занимается, только для того, чтобы оплачивать счета, и что он не видит в этом смысла действительно иного, как финансовую возможность. Конечно, мы все ходим ножками по бренной земле, понятно, что всем надо кушать, всем надо зарабатывать деньги для того, чтобы нормально жить, но все-таки, когда это ставится в углову угла, это меняет нашу жизнь совершенно не в лучшую сторону. Работа — это вообще то место, где мы проводим большую часть своего свободного времени, когда мы заканчиваем университет, и когда мы куда-то идем работать, и тратить огромное количество своего времени каждый день на то, в чем мы не видим реального смысла, и когда мы не видим связи того, что мы делаем с нашей сутью, с тем, что мы действительно хотим делать. Это не приносит нам никакого несчастья, ни удовлетворения, ни какого-то самовыражения. И при этом специалисты при таких условиях из нас тоже, получается, мне кажется, так себе. Но люди, у которых это есть, боже мой, как же это видно, как же это шикарно. Я серьезно, я так залипаю. Каждый раз, когда я вижу человека, который действительно увеличен своим делом, которого просто огонь в глазах, когда он говорит о том, что он делает, который реально на 100% заинтересован, на 100% вовлечен, который абсолютно точно знает, что он находится на своем месте, это просто шикарно. Это настолько редко встречается, что вот каждый раз, когда я это вижу, это настолько вообще западает мне в душу. И больше всего на свете, наверное, я хочу сама присоединиться к этим немногим людям. И я очень надеюсь, что у вас тоже это получится, что вы сейчас находитесь либо в процессе получения того образования, того, той специальности, которая вам максимально по душе и близка. Или вы уже работаете на работе, которая реально имеет для вас смысл. И если нет, то было бы очень круто, если бы каждый из нас, кто не находится в этой ситуации, смог предпринять бы действия по улучшению своего состояния и по приближению своей мечте к своим идеалам в этом плане. Конечно, вопросы на тему того, как уйти с нелюбимой работы, как сменить вектор, как вообще поменять свою жизнь, в случае, если такого не происходит, в случае, если ты понимаешь, что ты занимаешься чем-то не тем, чем ты хочешь. Это тема для огромного количества видосов и книжек, и фильмов. И на самом деле на эту тему, я уверена, что написан миллион книжек по продуктивности, по самореализации и так далее. И когда человек находится на своем месте, он, во-первых, счастлив, он, ну или близок к тому, он самореализуется, он понимает, что в жизни его есть смысл, он понимает, для чего он каждый день вообще встает по утрам и идет в офис или в другую работу, что он занимается чем-то, что происходит не только ради того, чтобы оплачивать счета, а все-таки служит какой-то другой важной цели. И также он, как, например, в моем случае, является большим источником вдохновения для других людей. И вот насколько эти люди просто сияют во тьме, и насколько они служат примером, насколько их видно, когда они действительно есть, и действительно это большая редкость. В наши дни, по крайней мере, я не так часто такое встречаю. На этом я, наверное, и закончу свое видео на том, что это самое крутое, по-моему, вообще, что может быть. И я очень хочу тоже быть одной из этих людей, и я надеюсь, что вы тоже принадлежите кругу этих счастливчиков. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно made sense. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если вам показалось, что это было важно, интересно. Следите за обновлениями. Большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok